Привет! Я начну немного сначала с теории, с примерами, и потом перейдем к практике, к тому, какие решения применяли мы, что вообще можно сделать с такими людьми, как читеры. Вообще, лучше всего сначала определиться с понятиями, чтобы мы были как-то на одной волне в ходе презентации. Если заглянуть в словари и посмотреть определение понятия читер и соотнести это с играми, то у нас получится человек, который хочет получить преимущество нечестным путем. Соответственно, читеров можно поделить на 4 группы, от самой многочисленной к самой малочисленной. Отличаются они средствами, которые используют, своими целями и опасностью для нас, разработчиков. Пройдемся более подробно по каждой группе, чтобы понять, в чем их особенности. Абузеры игровых механик. Абузеры от слова abuse на английского злоупотребляясь, то есть люди, которые злоупотребляют игровыми механиками. Эти люди – самая многочисленная группа, потому что, во-первых, не требуется никаких технических средств для того, чтобы абузить игровые механики. Достаточно только самой игры и средств, которые разработчик дал игроку. Также с моральной точки зрения оправдать себя тоже проще всего. Ведь человек ничего не взламывает, не нарушает, не качает никакие хаки. Просто ищет, по сути, наиболее эффективный способ играть для себя, зарабатывать валюту, прокачиваться и прочее. Его и обвинить-то не в чем, на самом деле, по хорошему счету. Какие можно привести примеры? Хороший пример из третьего Ведьмака. Несмотря на то, что игра сингловая, хорошо иллюстрирует. В начальной локации можно было убивать коров, брать с них шкуры, продавать мерчантам, получать за это большие деньги. Потом медитировать, ресетать игровой мир и делать то же самое по кругу. Скажите, кто так делал в Ведьмаке? Есть здесь такие? Да, несколько человек есть. Хорошо. А кто знает, как разработчики пофиксили этот баг? Этот, точнее, абуз. Да, для тех, кто не знает, кратко расскажу. Вышел патч, в котором был такой патчноут, в котором говорилось, что введен отряд по защите коров. Люди сначала не поняли, что к чему. Заходят в игру как обычно, начинают играть, начинают фармить своих коров. И буквально проделав так два или три раза, если не ошибаюсь, прибегает огромный черт 20 уровня и убивает игрока. И потом стоит на той локации и охраняет коров. Такой вот отряд по защите. Забавно, что разработчики не стали напрямую фиксить этот абуз, а как бы обошли это, сделали это по геймдизайнерски, можно сказать. Примеры из нашей игры War Robots. У нас изначально был матчмейкинг основан на мощности. То есть противник, с которым вас матчило, зависел от того, какого уровня роботы и пушки у вас сейчас стоят в ангаре. Предполагалось, что органично ваша мощность и ваш скилл будут расти, и вы будете играть с равными оппонентами. Но довольно быстро нашлись люди, которые, уже умея хорошо играть, ставили себе пушки роботов низкого уровня, чтобы, соответственно, матчиться с новичками, нагибать их и таким образом фармить быстрее. Вот такой вот нашли обход игроки. Какие, собственно, цели основные у абузеров игровых механик? Это обогащение, в первую очередь, валютой предметами, это ускорение прогресса, опыт, очки или что угодно, и получение соревновательного преимущества. Почему это опасно? Ну, если обогащение и ускорение прогресса могут быть, в принципе, не опасными для комьюнити вашей игры, то получение соревновательного преимущества вносит нездоровую атмосферу в игру. Люди начинают понимать, что рулит в игре тот, кто идет в обход правил, обузит всячески все, что можно, и разработчик о них вообще не думает. То есть те, кто стараются играть честно, они проигрывают, получается. Что касается обогащения и ускорения прогресса, здесь все зависит от того, какая у вас экономика в игре. То есть если там есть какой-то аукцион, возможность торговли, как-то манипулировать ценами, это более опасно, чем если экономика закрыта. Если экономика закрыта, игрок, по сути, просто искажает себе кривую дизайна, которую вы для него задумали, то есть развивается быстрее. Помимо этого, это потеря потенциального плательщика, но это не точно, потому что сложно определенно сказать, стал бы человек платить, который прибегает к обузу или нет. Но зачем ему даже об этом задумываться, если можно наобузить? Переходим к абузерам багов. Абузеры багов – это люди, которые ищут технические проблемы, несовершенства в игре и используют их для получения какого-то преимущества собственного. Эта группа немного поменьше, во-первых, потому что есть такой этический момент для некоторых людей. Они готовы искать самые эффективные пути в игре, но не готовы использовать именно конкретно баги, то есть проводить какие-то манипуляции с игрой, которые ломают процесс. Некоторые люди именно различают баги и дизайн задуманный. Помимо этого разработчики иногда наказывают таких людей. Это тоже не стимулирует никак игроков пробовать обузить баги. Какие можно привести примеры? В старый добрый Diablo 2 была такая возможность дюпать айтемы, то есть размножать их. И потом игрок, соответственно, мог их или продавать другим игрокам, или использовать для себя. В любом случае он несколько искажал кривую, по которой должен был развиваться. Поднимите руки, кто знает об этом, обузе. Довольно много, довольно много. Даже еще в первой, говорят, да? Да, пример из War Robots. Ну, один изображен на экране. У нас можно было одно время на четырехногих роботах забраться над картой по коллайдерам, поскольку у роботов была повышенная проходимость. Хотя это не сильно помогало многим людям, потому что пока они забирались, их обычно убивали. Какие основные цели у обузеров багов, соответственно? Это цели, в принципе, те же самые. Разница лишь в том, что достигаются они другими средствами. Не дизайном, а багами. Переходим к обузерам сторов. Обузеры сторов – это люди, которые используют механизмы платформ, сторов, то есть App Store, Google Play и других, для того, чтобы достигать своих нечестивых замыслов. Обычно в роли такого механизма выступает такой функционал, как рефанд, то есть возможность вернуть деньги за покупку. Как это работает? Допустим, вы что-то купили в игре именно за инап, то есть платформа должна запроцессить этот реквест. Попользовались этим, вам, допустим, не понравилось или, не знаю, не хотите вы больше этим пользоваться. Вы пишете запрос в стор, что вы не удовлены покупкой, например, и стор вам возвращает деньги. Стор о том, что происходит в игре, не знает и знать не может. То есть купили вы машину, поездили на ней или какую-то валюту и потратили ее, стор вообще не в курсе. Вы совершили транзакцию и стор вправе, соответственно, отправить вам рефанд. Как делают многие люди, они, соответственно, покупают что-то за инапы, пишут заявку на рефанд. Как бы с нормальной причиной стором это все рефандит, они продолжают играть и продолжают пользоваться контентом. То есть, как бы отбирают вас часть прибыли. По нашим подсчетам, часть прибыли не очень значительная, но это может отличаться от случая к случаю, поэтому здесь надо смотреть. В целом, по нашим данным, в общем объеме платежей где-то от 2 до 4 процентов рефандов. Но не все из них абузеры, то есть есть так называемые честные рефандеры. Опасно еще что. Люди, помимо того, что могут рефандить сами для себя, они могут предлагать услуги реселлинга, так называемые. То есть вашему комьюнити предлагать ваши же товары по более низкой стоимости. Например, говорить, что какой-то пак валюты продадут вам за цену 80% от той, что предлагает разработчик. Обычно процесс выглядит таким образом. Человек просит аккаунт у того, кто к нему обратился, заходит под ним, проворачивает всю эту схему, то есть покупает, рефандит и прочее, оставляет у него это на счету и потом получает от него деньги. Обычно схему он эту не раскрывает, потому что к нему должны обращаться вновь, это для него выгодно. Таким образом происходит просто самая настоящая каннибализация на разработчике, на вас. Соответственно, цели основные те же самые. Единственная разница, что ускорение прогресса и получение преимущества возможны именно косвенным образом, через обогащение. То есть если можно купить что-то за инап, что позволит вам получить, достигнуть этих целей, тогда да, это возможно. Но обычно напрямую посредством рефанда этих целей двух не достигнуть через обогащение. Мы подобрались к самой опасной и малочисленной группе, которая называется хакеры. В чем особенность хакеров? Эти люди не погнушаются ничем, по большому счету, чтобы взломать вашу игру. Они будут использовать технические средства, как самописные, так и несамописные. Будут взламывать игру самыми разными способами, начислять себе валюту, ускорять себя внутри игры, увеличивать дамаг, становиться неуязвимыми. Какие можно привести примеры известные? В серии игр Dark Souls довольно известные, не только в третьей, кстати, а во всех частях, насколько мне известно. Есть такой дизайнерский механизм, по которому в игру к игроку, который проходит просто по сути синглплеер, могут заходить другие игроки и пытаться их убить, то есть помешать им проходить, инвейджин так называемый. Под видом таких инвейдеров иногда в игру может зайти хакер и разными манипуляциями покараптить сейв этому игроку, который проходит игру. Игра эта, соответственно, задетектит и накажет человека, который просто играл, пытался играть честно и отбиться от инвейдера. А хакер как бы останется невиновным, просто выйдет и пойдет дальше заниматься этим. Это вызвало колоссальную бурю негатива в комьюнити, потому что разработчики, по сути, оставили комьюнити самих за себя. Какие примеры можно привести из роботов? Как я говорил, в принципе, хакнуть можно все. Все, что вы отдаете с клиентом игры в том или ином виде, может быть взломано. У нас, например, один из распространенных хаков – это хакнуть себе UI в ангаре. То есть хакнуть то, что написано там, где валюта, при этом валюта остается прежней. Выложить это куда-то в социалке и сказать, я себе начислил миллиард золота и серебра. Хотя при совершении транзакции у человека все это обнулится, потому что по факту у него такого нет. Но кому-то нравится делать и так. То есть это как бы эффективные хаки. Какие цели основные у хакеров? Первые четыре все те же. К ним добавляются кражи ресурсов игры и вредительство. Кража ресурсов игры может использоваться как для того, чтобы просто заспойлерить то, что вы планируете выложить в следующем апдейте для комьюнити, таким образом получить какую-то известность, славу, так и для того, чтобы использовать ресурсы где-то еще, для собственных каких-то целей, может продать кому-то. Ну, приятного мало в целом. Вредительство. Под вредительством подразумевается как раз то, что происходило на примере с Dark Souls. Это если хакер намеренно портит игру кому-то из юзеров и блочит им прогресс, не дает им нормально играть и развиваться. И, пожалуй, это самая опасная цель из всех перечисленных, потому что если люди готовы как-то смириться, или они могут не заметить, что кто-то там что-то обузит, развивается как-то быстрее них, что-то себя нахакал, то если ему кто-то намеренно не дает играть и портит игру, то они как бы даже разговаривать не будут, просто уйдут и все. Важно, кстати, отметить, что комьюнити вашей игры, вовлеченные, оно попробует, скорее всего, вам сообщить о проблеме, начнет вам писать. Но новички, они просто не дойдут до стадии вовлечения и просто отвалятся. И вы об этом даже не узнаете, что есть какая-то проблема с ними. Что можно сделать и что делали мы с этими проблемами? Касательно обузеров игровых механик, поскольку у нас был матчмейкинг основан на мощности, мы перешли к рейтинговому матчмейкингу. Это был первый шаг. То есть играешь, получаешь рейтинг, проигрываешь, теряешь рейтинг. Таким образом играешь с равными оппонентами. Довольно быстро нашлись те, кто специально проигрывал, чтобы опять вернуться к новичкам и опять продолжить их нагибать. Поэтому нам пришлось пойти на второй шаг. Это защита от ливеров. То есть если кто-то ливал несколько раз подряд из игр, он получал метку и попадал в пул таких же игроков, как и он сам. И не мешал играть обычным людям. Также впоследствии мы урезали награды в этом пуле ливеров и урезали экспириенс, чтобы людям было попросту невыгодно там оказываться и выгодно было просто играть по задуманному нами пути. Касательно обузеров багов. Самые критичные баги, которые заметили комьюнити, которых они кричали нам, пытались их донести. Мы пофиксили первым делом, чтобы исправить положение. Если были какие-то баги, которые были не очень критичны, или их комьюнити вообще не замечало, но о них мы знали, мы предпочли не тратить на это ресурсы, а потратить их на то, чтобы сделать какие-то фичи, которые могли принести больше профита просто для комьюнити даже. Опять же, быть какими-то более вовлекающими, интересными, приятными, чем фиксить вещи, о которых никто не знает. Обузеры сторов. Здесь нужно сказать о каждом сторе в отдельности. Если брать iOS и Amazon, то эти сторы не раскрывают информацию о пользователях и узнать, что зарефандил, зачем, невозможно. К сожалению, поэтому остается только верить, ждать и надеяться, что ситуация изменится. Мы не нашли способа на iOS и Amazon как-то бороться с рефандерами, с абузерами рефандов. Что касается геймрума, там можно настроить все так, что вам на почту будет падать уведомление с ID-шником человека, который провел рефанд, и вы можете уже провести расследование. Был это абузер, был это нормальный рефанд. Найти его, поймать сначала, потом отнять и наказать, если сочтете нужным. То есть, если мы находим именно абузера, то мы, если можем, отнимаем у него то, что он себе наобузил. Либо, если не можем, если это, допустим, была валюта, и она была потрачена, то мы его просто баним. Что касается Google Play, ситуация практически такая же, только искать уже не надо, потому что новый API Google позволил нашим разработчикам интегрировать это дело в админку, и мы автоматически видим там весь список рефандеров, и можем даже их сразу не искать, а сразу с ними уже работать, отнять и наказывать, соответственно. Что касается хакеров, здесь было предпринято гораздо больше средств для борьбы. Первым делом это был античит на клиенте, то есть это различные клиентские способы защиты, причем большая часть работы делается буквально за несколько часов, 90% результата можно достигнуть буквально часа за два. Вторая мера – это баннхаммер на сервере, это такое проприетарное название, вон он как раз у Тора в руках. Баннхаммер – это что? Это система, которая банит игроков, если их параметры во время игры или после игры выходят за норму. Например, если человек нанес дамаг, который физически невозможно нанести, или имел ХП, которое нет ни одного там у наших роботов, или, соответственно, если он имеет какой-то дикий kill-death ratio, то есть убил 50, не умер ни разу, тогда, соответственно, мы его баним. Эти все числа мы получали из статистики, то есть смотрели статистически на наших хакеров, что они делали, какие у них были показатели, и со временем твикали, то есть сжимали эти пределы, но чтобы не задеть нормальных игроков, кто не хакает ничего. Третья мера – это серверная валидация, то есть клиенты во время боя репортят о состоянии боя на сервер, и он принимает решение, кто же действительно прав. Соответственно, если 11 клиентов говорят, что все нормально, бой идет, а 12 говорит, я всех убил, то сервер, типа, нет, ты не убил, чувак, все нормально, бой идет. Поэтому обмануть его уже не получится. Эти меры позволили свести, соответственно, количество хакеров до нуля в нашей игре. Кстати, интересный факт. В момент, когда хакеров было больше всего, на андроиде где-то каждый шестой человек был хакером. Каждый шестой. Важно не забывать ловить позитив с того, что присылают вам пойманные хакеры, и принимать или не принимать какие-то действия. Например, если человек говорит, что играл его брат, и он ему вломил, и больше такого не будет, ну, вам решать, разбанить его или не стоит, поверить или нет. Но прочитать в любом случае можно, получить от этого удовольствие. У нас даже в еженедельной рассылке есть в дайджесте, есть раздел, в котором саппорт выбирает лучшие цитаты и рассылает это по компании, чтобы люди могли с утра насладиться. Что можно сказать? Я потом вернусь к этому слайду. Что можно сказать в заключение? Защищайте свою комьюнити, особенно вовлеченные. Как я говорил, вовлеченные комьюнити будут пытаться с вами общаться, новички сразу уйдут. Соотносите затраты с профитами, когда думаете, фиксить или не фиксить что-то. И ищите баланс между решением проблемы и сглаживанием последствий от нее. Возможно, лучше потратить ресурсы на какую-то фичу, которая сделает целом игру лучше, чем пытаться закрыть изначальную дыру. Ну и ловите лулзы с писем пойманных читеров. Всем спасибо. Играйте честно. Спасибо, Артур. Очень крутой доклад. У меня тоже есть пара вопросов, но начнем с зала. Спасибо за интересный доклад. Я хотел бы узнать по поводу абьюзеров в сторов. Я слышал такую информацию, что в случае с Google Play некоторые компании прибегают к кастомной privacy policy, то есть политике использования, которая согласовывает с Google. Применяете ли вы что-то подобное? И вот хотел бы побольше информации об этом, если вы что-то знаете в этом плане. Про privacy policy, боюсь, не смогу вам точно сказать. Этим занимались у нас несколько другие люди, но я смогу вам дать контакты. То есть подойдите ко мне после, и я просто скажу, с кем вы можете пообщаться на этот счет. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, у вас есть такая проблема, как ботоводы? Если есть, то как вы с ним боретесь? Ботоводов? Люди, которые просто запускают программку и качаются. Скажем так, мы о таких не знаем. То есть если они и были, то достаточно мало. А как именно можно бороться с разными способами? У нас тут есть технический директор в зале. Я вас могу с ним после окончания доклада свести. Он вам расскажет уже непосредственно детали разных средств. Да, он прямо перед вами сидит. Спасибо. Еще один вопрос? А можно это как-то все использовать? Тех же хакеров себе на пользу. Я имею в виду, предположим, из банального, что приходит в голову, объявить какой-то ревард за то, что взломай нашу игру и расскажи нам, где у нас тут слабые места и так далее. Мы тебе там… Было у вас такое? Да, у нас такое было. Был, во-первых, кейс, который вы только что описали. То есть мы просили хакеров… Ну, как просили, мы предлагали награду. Если хакер найдет способ взломать нашу игру, какой-то новый, о котором мы не знаем, расскажет нам, как, и мы его, соответственно, отблагодарим в игре, ну и разбаним, естественно, если он был забанен. Также что можно использовать? Допустим, с абузерами сторов можно присмотреться, если это реселлер, например, да, можно присмотреться, возможно, человек нашел более интересные цены для вашей аудитории, чем были у вас. В том плане, что он нашел более оптимальную вот эту кривую, да, спроса и предложения, по которой юзеры стали бы и у вас более активнее покупать, и суммарный спрос был бы больше. Можно посмотреть на это. Ну, вот в основном хакеры и с абузерами сторов мы так делали. Хакер нашелся, который взломал? Да, да, не один даже. Круто. Еще вопросы? Тогда моя очередь. Вы наверняка проводили исследование, какой процент фандов для рынка считает нормой. Вот ты сказал, у вас 4%. 2-4%. 2-4%. По рынку это считается нормой, да, по вашему исследованию? Мы не исследовали рынок. Здесь вообще все довольно сложно, поскольку мало кто об этом знает, как из игроков, так и из разработчиков в том числе. И мы вот сколько спрашивали, общались с рынком, не нашли каких-то данных на этот счет. То есть у нас в общем объеме платежей было от 2 до 4% рефандов. Но, как я говорил, это не все абузеры. Да, то есть часть из них это нормальные рефанды, юзер действительно как бы что-то получил, разочаровался или ему там по какой-то причине не пришла награда, да, то есть интернет отвалился, например. Да, 24%. И еще один. Вы когда наказали ливеров бассейном для ливеров, были ли какие-то уменьшения, там удержания пользователей, когда-то разделся на KPI приложение или нет? Первое время это даже очень понравилось юзерам, потому что, оказываясь, в пуле ливеров это был практически такой бассейн с золотом, потому что они могли играть неравными составами, то есть, например, 5 на 4, потому что первое время в пуле ливеров не было достаточное количество человек. И таким образом те, у кого было 5 человек, они как бы практически в легкую сминали тех, кого было 4, и как бы фармили еще быстрее, чем когда там фармили новичков, условно. Поэтому, а, а, можно еще раз? А KPI приложение, ну там, retention ухочился и так далее. Что могло случиться или случилось? Нет, не повлияло. Правда, платящие игроки стали, конечно, как-то жаловаться, замечать постепенно. Мы еще как бы работаем над какой-то политикой касательно того, что делать с платящими людьми, которые ливуют из игры. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok